Чемпион мира, Европы и России по самбо Денис Давыдов сегодня провел мастер-класс для юных спортсменов-химок. Встреча прошла в зале спортивного комплекса «Родина», где собрались ребята от 8 до 20 лет. Именитый спортсмен провел с ребятами разминку. Буквально на днях Денис Давыдов принял участие в чемпионате России, который проходил в Химках. Серебряной медалью он остался доволен, сейчас готовится к международному турниру. Никаких секретов нет, уверен спортсмен. Главное – настрой на борьбу. А кто из мальчишек станет настоящим бойцом, покажут будущие турниры. Сейчас ребята начнут бороться друг с другом. Посмотрим уровень. Уровень у нас проявляется только на соревнованиях. На тренировке человек может показать себя как угодно, он может выглядеть красиво и быстро, но показывать только соревнования. Поэтому нам покажут только выступления этих ребят на ковре с судейством и с сопротивляющимся противником. Тренировка показывает, что ленивых здесь нет. Восьмилетний Руслан Юсифов занимается самбо уже два года. Демонстрирует свой любимый прием. Позже к мастер-классу присоединился и руководитель администрации «Химок» Владимир Слепцов, не просто давний поклонник этого вида спорта. В юности он сам занимался самбо и выступал на различных чемпионатах. Здесь, в спорткомплексе «Родина», сейчас расположена главная арена для занятий в Химках, но самбисты занимают лишь небольшую часть зала. Глава администрации пообещал, что строящиеся физкультурно-оздоровительные центры в Старых Химках и в Подресково будут отданы борцам. Элементы самбо будут преподаваться и в школах. С учетом того, что федеральная программа сегодня нам позволяет включить некоторые элементы из самбо в ГТО, то понятно, что на уроках физкультуры придется отрабатывать некоторые приемы и некоторые позиции, которые из самбо. Поэтому уже в двух школах мы открыли спортивные залы самбо, есть ковры. Мы будем эту танзенцию увеличивать. В Подресково будет строиться ФОК. Это будет вообще центр борьбы, где будут заниматься борьбой дети и создадим федерацию там. Я думаю, что потихоньку мы будем развивать. И надеюсь, что важно же не просто открыть залы, важно еще найти тренерский состав. Важно найти возможности, которые вместе с залами. Это же еще и борцовские ковры, это безусловно атрибутика и все остальное. Поэтому все в комплексе, я думаю, что из года в год мы будем прибавлять. А после встречи всем ребятам вручили сувениры и сделали общее фото на память.